Нашим из всех видов спорта для нас является футбол, но волейбол-то, на мой взгляд, один из самых недооцененных видов спорта с точки зрения зрелищности, и мы будем восполнять этот пробел. Для вас в прямом эфире начинают свою работу ваши комментаторы Алексей Меньшов и Юлия Жданова. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добро пожаловать в Санкт-Петербург. Заключительный матч пятого тура сегодня здесь произойдет в Академии волейбола Вячеслава Алексеевича Платонова. Все матчи этого тура состоялись вчера, ну и сегодня поединок «Динамо» и «Новый» как раз завершает программу пятого тура. Появились судьи на площадке, представлю вам их. Первый судья Виктор Шалыгин из Ижевска, второй судья Кирилл Нестеренко представляет Москву, и инспектор встречи Юрий Долгин, город Москва. Надо сказать, что соперник «Динамо» в этом чемпионате все свои три матча проиграл, при этом не выиграв ни одной партии. Да, непростые времена у «Нового». Все началось еще в прошлом сезоне, очень большие проблемы с финансированием, и как и в любом другом виде спорта, это очень сильно отражается на самой команде. Но сегодня новый день и новые возможности, поэтому перед игрой у всех шансы равны 50 на 50, и как раз стартовая шестерка появляется на площадке. Представлю вам ее по традиции сначала гостям. Связующий Максим Шульгин в диагонали Виталий Васильев, пара доигровщиков Андрей Титич и Денис Шенкель, и в центре сетки будут играть Фанур Каюмов и Михаил Моров. Два либера, Никита Еремин и Александр Моисеев, главный тренер Александр Горбатков. Любопытная эмблема, я не могу понять, на футболках новые, то ли тигр изображен. Черная пантера. Черная пантера, да, но вот эти уши ее больше похожи на рога, по мне, в моем восприятии. Агрессивная черная пантера. Агрессивная черная пантера, рогатая черная пантера. Хозяева площадки появляются также на площадке, и сочетание такое выбрал Олег Согрин. Игорь Тисевич, связующий в диагонали Андрей Колесник. Центральные блокирующие Александр Волков и Артем Смолер. Доигровки Максим Шпилев и Антон Ботик. Два либера, Александр Соколов, Владимир Шишкин, ну и главного тренера я уже назвала, это Олег Согрин. Очень интересный факт, связан с Олегом Согриным. 17 ноября будет ровно 10 лет, как он возглавляет Динамо из Ленинградской области. И вот все главные успехи клуба связаны неотрывно именно с именем Олега Согрина. Золото в Ишкеа и четвертый сезон в Суперлиге, ну достойно уважения эти результаты. И хорошим подарком к тренерскому юбилею Олега будет, конечно же, не галстук, а победа в сегодняшнем матче. Кстати, Маркус Беме, ну не кстати, Маркус Беме получил травму, его нет сегодня в составе команды. Проблемы со спиной, ходить он может, не может прыгать. Завтра будут делать МРТ немецкому легионеру и выяснится степень серьезности повреждения и сроки восстановления. Ну да, откладывается в очередной раз полноценный дебют Маркуса, но будет время, здоровье все равно прежде всего без здоровья будет сложно. И надо сказать, что по сути Динамо сегодня завершает домашнюю серию. За 12 дней третий матч. Игра у Белогория была выиграна. Игра Енисею была проиграна в пяти партиях, чего можно было бы не делать, на мой взгляд. Ну и вот сегодня соперник Нова, который замыкает турнирную таблицу. Пока что. Да, Тисевич будет исполнять первую подачу в сегодняшнем матче. Да, и первый судья как раз дает свисток. Традиционная хорошая подача от Тисевича. Есть сразу атака у Новой Титича, но там поднимают в защите. Колесник на двойной блоке. Я думал, что выиграет первую очко, но нет. Первую очко за гостями, да. Другие планы были у игроков из Новой, и первое очко как раз набирают они. Какой крепыш Титич. Ну, визуально, мне кажется, что есть небольшой лишний вес. Ну, визуально, визуально. А игрой своей Андрей Титич многолетний доказывает то, что он очень хороший игрок и действительно много пользы от него всегда. Хороша подача, но есть прием. Сразу в центре сетки задействовали Волкова. Будет доигровка у динамовцев. И Волков попадает в площадку. Да, смахивает Волков, показывает, судя, что мяч в площадке. 1-1. Максим Шпилев будет водить мяч в игру. Шенкель на приеме. Васильев здорово мимо двойного блока по линии прогулялся, и там с приемом Александр Соколов не справляется. Отметим то, что Шишкин сегодня в квадрате запасных. И пока что Александр Соколов, олимпийский чемпион, находится на площадке. 2-1. Гости выигрывают. Мяч задевает сетку. И Волков прекрасен. Вновь через центрального своего блокирующего играет Тисевич. Хорошая практика. Сразу активно набрузить центр, чтобы в будущем соперникам было сложнее на блоке разобцать. И приходилось им гадать, куда же отправится мяч. Волков на подаче на ваших экранах. Атака с задней линии от Титича. И показывает первый судья, что было касание блоком. Ну, несколько слов о городе Новокуйбышевск. Это городок с населением, немногим превышающим 100 тысяч человек. И городом стал на 1952 году 20 километров от Самары. Это Самарская область. Тем временем Шульгин подает. И уже следующий центральный блокирующий у Динамовцев атакует. Набирает очко Артем Смолер. 3-3. И Колесник на подаче. Полную силу подает Андрей. Но не составляет Тула Новокуйбышевска. И Виталий Васильев из четвертой зоны. Быстро неудобную для диагонального проходит расстановку. Существенно обновился состав. Новый межсезонья. Ушли порядка шести волейболистов. Ну и пополнился состав такими игроками. Которые в зоне выигрывали медали чемпионата России. Пусть не были они основными лицами своих командах. Я говорю непосредственно про Шенкеля, Либера, Моисеева, Виталия, Васильева. Все в составе своих бывших клубов выигрывали медали. Ну вот теперь получают много игровой практики в этой команде. Смойлер в предыдущем игровом эпизоде выиграл очко и право подачи Либердовцев. Ботин подавал. Но вот вновь преимущество очко у гостей. Так, стык мяч прошел при атаке. И там уже не пасал Соколов под защиту. Фанур Каюмов на подаче. Аккуратная подача. И Ботин не попадает. Мне кажется, Ботин предыдущую игру не очень удачно сыграл. Не шло у него, в отличие опять-таки от матча с Белогорием. Ну я смотрела статистику. В принципе, для доигровщика неплохие показатели. Учитывая, что доигровщикам всегда достаются не самые простые мячи. И нередко Ботин атаковал на двойном, на тройном блоке. Но всю предыдущую игру, конечно, мало кто из динамовцев может себе в актив занести. Потому что все-таки встреча была проиграна. И несмотря на то, что первый сет был разгромным просто. Согласен. Смолер будет подавать. Подача от Артема в сетку. Частенько ошибался он в прошлом матче. И вот в начале этого так же не избегает ошибки. Посмотрим. Не самой сложной подачей обладает Артем. И хотелось бы, конечно, я думаю, динамовскому тренерскому штабу надежности в этом элементе. Виталий Васильев подает. И Волков. Великолепная зона от Волкова. Классный Тесевич в мяч в руку вбросил. И от души Александр приложился. В третий, в четвертый метр буквально атака. С хорошим отскоком. И вновь Игорь Тесевич на подаче. Круг уже команды прошли. Смягчают Титича. И будет доигровка у Динамо. Классный резанный мяч. Колесник атакует. И вновь равный счет. 7-7 у нас. Нам не отображают сегодня графику на нашем мониторе. Я имею в виду счет. И, ну, к счастью, Юлия стоит на той позиции, с которой можно посмотреть на табло. Поэтому мы постараемся не запутаться. Это, наверное, первое или один из первых брейковых мячей. Потому что счет постоянно равный. Вот Тесевич сейчас вторую свою подачу выполнял. Но сам уже в защите не справился. Но не то, чтобы не справился. Он чуть-чуть не успел. Чуть-чуть. Мне кажется, больше он успел. Но как-то мяч неудачно на руке лег. Потому что по месту он все-таки ждал в правильном направлении. Китич будет подавать. Укорачивает. И Волков берет на себя этот мяч. Не достать. Классный шпилев. Вторая зона. Встык блока. Не дошел центральный. И вновь очко на стороне Динамо. 8-8. Раньше ведь при счете 8 что-то происходило в волейболе. Да. Два года назад был технический тайм-аут при счете 8 и 16. В интересах зрителей. В интересах телевидения. Чтобы игра была более динамичной. Девятое набрано очко. Мы наблюдаем в исполнении команды Нова. Да. Ошибка динамовцев. Нова набирает это очко. Касание сетки фиксирует второй судья. Михаил Моров готовится ввести мяч в игру. В Либера. Вновь в Волков и вновь до пола. 9-9. 9-9. Вновь равенство на табло в Академии волейбола Вячеслава Алексеевича Платонова. Первая партия. Пятый тур по рематч российской мужской волейбольной суперлиги. Волков на подаче. В Денис и Шенкеле летят мячи на подаче. Тройной блок. И никто не страхует Дениса в атаке. И чуть ли не впервые по ходу первой партии. Но исключая... Да нет, впервые. Динамовцы выходят вперед. Сегодня в советском календаре праздник День милиции. А в новой версии он называется День сотрудников органов НУЗИНГЕЛ. Российской Федерации. И мы поздравляем всех причастных. А Волков на подачу. Еще одна подача от Александра. На этот раз меняет он направление. Шульгин на сетке перебрасывает мяч. Будет у новой доигровка. Волк в итоге у всех... Да, каждый динамовцы Артем Смолер. Ну, много мячей адресуют своим центральным блокирующим, что не мудрено при такой сильной линии именно этой позиции. А Александр Горбатков берет тайм-аут и попробуем подслушать его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Снегиренов Конец А.Кулак Яреки Ну что ж, в предсчете 11-9 пользовался с новоборцем, хозяев площадки в этом матче. Возглавляется игра после таймаута на подаче по-прежнему Волков. Уверен, что будет силовая подача. Уверен, что Александр Исом попытается выиграть очко. Посмотрим. В последний момент Денис Шенкель одернул руки, понял он то, что мяч уходит в аут и фиксирует судя, собственно, как раз, что мяч зад. Но Олег Согрин хотел бы видеопросмотр на этот момент запросить и второй судья отправляется, чтобы посмотреть, где же все-таки приземлился мяч. Да, вот, наверное, если бы технологии были подобные 50 лет назад, то итоги соревнований были бы иными. Ну, я имею в виду, что суммируя все виды спорта, не зачитали бы гол Диего Марадона рукой в ворота сборной Англии. Аргентина не была бы чемпионом мира по футболу. И я думаю, что и в волейболе очень много было партий, моментов. Возвращается второй судья, показывает он то, что мяч... Чуть-чуть, чуть-чуть. Да, не так много, но достаточно прилично. Сантиметров пять, мне кажется, так вот, визуально. И в итоге сгорает один видеопросмотр у Олега Согрина на эту партию. И означает это, что в активе остался еще один. Думаю, теперь он намного экономнее будет. Максим Шульгин на ваших экранах. Ботин сверху ему же атаковать. Ну, именно быстрая передача. Антон Хорош на одиночном блоке забивает свой мяч. 12-10. И колесник на подаче у динамовцев. Готовится Андрей подавать. Как закрутил мяч. Отсюда, с моей комментариевской кабины, очень хорошо это видно. И очков хочет у динамовцев. Да, несмотря на классный прием от Шенкеля, двое блокирующих висели уже в четвертой зоне над Виталием Васильевым. И блоком набирает очередное очко динамовцев. Динамовцев. Колесник подает. Опять закручивает мяч практически в ту же точку площадки. На этот раз прием похуже и вынужден скидывать диагональный гостей. Здесь была неплохая защита от ноги, но захват фиксирует первый судья. Максим Спилев всех обманул в этом игровом эпизоде. Да, но на тройной блок они прыгнули. И никто, все далековато сидели для такой защиты. Очень коротко скинул Максим. Колесник продолжает подавать. Небольшой отрыв уходит динамовцы. Счет 14-10. Надеюсь я то, что нам графику наладят как-то и будем увидеть счеты на экранах. Но пока Виталий Васильев блок-аут 11-14. Вот Колесник исполнил три подачи и все три в одну и ту же точку. Все три одинаковые. Ну, самое удобное направление из первой по первой зону. Такая длинная комфортная диагональ. А это Шенкель. И Шенкель отправляет мяч в сетку. Помучился Денис на приеме и в итоге на подаче ошибся в сетку мяч. Направил. Антон Ботин будет подавать у ленинградской команды. Играют волейболисты из НОБУ в два Либера. Я вижу сегодня Еремин на приеме. Моисеев выходит в защиту. А это атака с ошибкой. Мяч в ауте. И отрыв достигает 5 очков. 16-11. И тайм-аут. Да, 11-16. Второй тайм-аут Александра Горбаткова. Подошел к концу тайм-аут. Вернулся сейчас команды на площадку. Ну, надо сказать, после этой игры динамовцы отправятся в Новосибирск играть в полуфинал Кубка России. И там ведущие шестерки предоставят отдых и дадут поиграть тем, кто не получает достаточного игрового времени. Самоотверженно. Тут Никита Еремин в защите стелился. Но мяч, к сожалению, для НОБУ уходит в аут после касания Либера. Замена в Нове. Денис Шенкель отправляется посидеть на лавочке, отдохнуть. Тимофей Соколов уходит на площадку. Не получалось пока у Дениса полностью справиться с задачей. Ну, и вот есть шанс у Тимофея. Подача Антона Ботина. Ох, какая! Не попал мяч в площадку. Классно скрутил Антон. Ну, прям как ветром мяч снесло в последний момент. В аут он резанул. Ну, вот в футболе говорят, что мячи, в отличие от старых мячей, действительно имеют уникальную траекторию полета. В волейболе мяч сильно поменялся? Ну, сильно по сравнению с чем? Ну, когда он был белым, а и подсветнел. Ну, с тех пор уже, да, мяч совсем имеет другие свойства. В принципе, и по тактильным ощущениям, и по своим характеристикам. Мяч действительно меняется. И вот в этом сезоне опять новый мяч уже под Олимпиаду сделан. Ну, и как игроки сами признаются, действительно немножко по-другому все происходит. Волков здесь не спит. Не удалось атакующего перекидать. А третий мяч ошибается в четвертой зоне. И уже прям серьезно. 12-12, да, 7 очков преимущество Смолер на подаче. В принципе, можно и рисковать. Ну, нет у Артема Смолера такой подачи, чтобы на риск. Поэтому его задача, мне кажется... Перебросить сетку. Да, предыдущие подачи все перебросить эту самую сетку. И вот, как оказалось, этого достаточно для того, чтобы на блоке новую прихватить и набрать очко таким образом. Да, Шпилев с Волковым. И Шпилев приносит 20-е очко своей команде в этой партии. Смолер, ну опять, надо просто перебросить сетку. Есть прием. Очень низко Шульгин пасует на Морова. Тому остается только просто ткнуть этот мяч на сторону Динамовцев. Колесник! Классно. Попал. Классная передача от Тисевича. И хороший удар от Колесника через касание. 21-12. Медленно, но верно, первая партия приближается, на мой взгляд, к своему завершению. Ну вот так Александр Горбатков оценивает происходящее на площадке. Прямая замена связующего. Вместо Максима Шульгина выходит Константин Осипов. Молодой связующий. Ну, посмотрим, как будет у него получаться. Смоллер на подаче. Титич на двойном блоке. И вновь Александр Голков зарабатывает очко. Плюс 10. Да, где-то мы это уже видели, мне кажется. Буквально в среду, по похожему сценарию, происходил первый сет Динамовцев против Красноярского и Енисея. Но мы помним, чем все дело кончилось. Поэтому... И Смоллер, словно слыша Юлия ваши слова, отправляет мяч к сетку. Ну, три подачи до этого подал. Артем уже хорошо. Виталий Васильев в зоне подачи. Рискует и очень сильно подает. Очень узко сыграл Тисевич. И Волков просто благодаря своему мастерству и чтению игры, конечно, успел к этому мячу. Ну, и там уже динамовцы доиграли. Счет 23-13. Да, вновь плюс 10. Это почти похоже на погоду, которая вернулась в Санкт-Петербург сегодня очень тепло для ноября месяца. Тисевич на подаче. Хороша подача от Игоря. Сразу фрибол на стороне хозяев. И Волков не отпускает в этой ситуации. Интересно будет глянуть статистику после матча, сколько очков в первом сете заработал Александр Волков. Очень много передач он получает. Ну, по ощущению, где-то от 6 до 10. От 6 до 10. Тисевич подает. Ах и в септу. Рисковал Игорь и в септу мяч пришелся. Но очень комфортный перевес. 14-24. Сэммол. Нужно Нови, конечно, найти свою игру сейчас на будущие сеты. Хорошая подача от Титича. Шпилев из второй зоны вновь скидывает. А тут Васильев. И, мне кажется, попадает в площадку. Но нет, суди фиксуют мяч за. А Александр Горбатков берет все-таки свой видеопросмотр. Но я могу сказать, что я в створе эпизода, да, наблюдаю. Юлий показал, что мяч в площадке. Я думаю, что мяч вне площадки. Есть технологии. Но мы одинаково с Алексеем удалены этот дальний от нас угол. Поэтому сейчас там второй судья подсказывает, что мяч в площадке. О как! Да, и причем прилично. Прилично. И вот видно, да, на этой картинке видно, как мяч... Сплющивается. Сплющивается, да. Это какой силы должен быть удар, чтобы накачанный мяч привести в такое состояние. И вот так вот Нова отдает хозяевам первую партию. Ну что ж, первая партия за «Динамо» Ленинградская область. В противостоянии снова в пятом туре мужской волейбольной суперлиги по ариматч. Небольшой перерыв. Небольшой перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но остальные все те же У Динамусов на площадке Шпилев, Тисевич, Колесник, Ботин, Волков и Соколов Победный состав не меняет Олег Согрин Ну и с подачи гостей начинается этот сет Вновь Андрей Титич Ботин принял и здесь же завершал Да, классная длинная передача, но ждали там блокирующих Ошибается в атаке Нова и первое очко за Динамовцами Волков будет подавать Посмотрим, кого на этот раз Александр выполнит подачу Тимофея Соколова он проверяет А Виталий Васильев хорошую атаку исполняет и 1-1 Юлия, рукава, которые у Волкова, они декоративный характер носят? Или все-таки они как-то... Да нет, мне кажется, в таком возрасте уже и с такими заслугами декоративные ничего не носятся Эти рукава, они, как правило, у всех по медицинским показаниям бывают по-разному У всех кожа реагирует на касание с мячом Все-таки это бесконечный контакт Даже несмотря на то, что центральный блокирующий не участвует в приеме Все равно в защите игра и так далее То есть это элемент экипировочной защиты? Да, это как бы исключительно в помощь самому себе То есть не для красоты Не забивает Смойлер в центре сетки И у Виталия Васильева проходит еще одна атака Опоздал колесник, третий пристроится И как раз именно в этот стык и прошел этот мяч 3-1 Вышли вперед гости в дебюте второй партии Раз уж мы заговорили о форме Вот как раз я смотрю на тренировочные такие теплые кофты волейболистов Новокуйбышевской И такие Ну, как женщина может оценить форму Стала ли она сама ее носить или нет Ну, красивые толстовки, действительно очень такие симпатичные В общем, у Новой очень хорошая тренировочная форма Ну, надо сказать, что и игровая достаточно креативно выглядит Оригинально, да, потому что во многих видах спорта Наши команды, к сожалению, ничего не придумывают А заимствуют у западных коллег И на мой взгляд, это плохо В отличие от того, что второе очко выигрывает Динамо во второй партии Но продолжает уступать 24 И колесник отправляется на подачу Есть небольшой отрыв у Новой в старте этого сета Посмотрим на подачу колесника В ауте мяч И 5-2, плюс 3 Максим Шульгин на подаче у гостей Да, три нападающих у сетки у гостей И атака с задней линии Максим Шпилев 3-5 Антон Ботин идет подавать У динамовцев И вот был предельно сконцентрирован Но оправил мяч к себе В сетку после подачи Ботина мяч направляется Хотел попробовать Антон на силовую Но вот пока не пошла Посмотрим, что у Тимофея Соколова Классная подача, но в Либера Есть доводка И опять атака с задней линии Антон Ботин Мяч в площадке гостей Но фактически исправляется за неудачную подачу И приносит очко своей команде Сокращая разрыв в счете до минимума Активно сегодня команда использует атаки со второй линии Причем редко получается пайп Потому что центральный никого не выдергивает А именно такая целенаправленная передача в шестую зону Вновь неудобно Титичу И только скинуть он мог А Колесник попадает Хорошая атака Колесника Двойной блок был, но он уже слетал И Андрей просто на чистой сетке атаковал Никто не сидел Да, и вот теперь разрыв в счете до минимума сокращен 5-6 уступают Динамовцы Смоллер на подаче Справляется Артем с подачей Вновь Титич из четвертой зоны И тут помог своим напарникам Смоллер Еще одна атака Им на этот раз уже на тройном блоке Страховал Колесник Но сильно подбил мяч Переходящий получили гости И 7-5 Мамой вкус Самый эстетичный розыгрыш Мы наблюдали с вами Юлия По ходу этого матча Который остался за гостями Несколько спасений было Достаточно эффектно Тем временем Иван Козицын В зоне подачи Шпилев сверху И он же атакует Здорово Иван Козицын Как хорош в защите Вновь скидывает Титич Здесь Волков из второй зоны Атакует Ну и Шпилев из четвертой Завершает этот классный розыгрыш В ответ на предыдущее ваше заявление Я выбираю вот этот розыгрыш Пока что Хороший, тоже хороший Потому что такая защита Центрального блокирующего Он так здорово сел В диагонали Это я сейчас про Ивана Козицына говорю Ну просто Такая редкость К сожалению В современном волейболе Хорошая защита От центрального блокирующего Что волей-неволей Обращаешь на это внимание Но Сразу забываем Про защиту От Козицына И обращаем внимание На Сисевича Эйс От капитана Динамовцев И вот Этот эйс Сравнивает Как раз команды 7-7 Подача динамовцев И Тихевич А считается ли эйс Когда не на вылет Юлия Ну Принято называть Да То что эйс Это и когда Прямое попадание В площадку И когда подача На вылет То есть После первого касания Мяча влац Ну Вот я лично Для себя Как бы У меня есть там Градация в голове Эйс Это когда Прямо в площадку Когда на вылет Это ошибка В приеме Все равно А сейчас Волков Ошибается Да Нелепая ошибка От олимпийского чемпиона Абсолютно Неподходящий мяч Был для того Чтобы Сразу его атаковать Но Пылу Видимо Борьбы И азарта Александр Хотел Красиво Исполнить Ну 8-8 Виталий Васильев Соколов Справляется С приемом Тесевич Колеснику Под удар Еще раз Колесник Будет завершать Сетка И Очков Вход 9-8 9-8 Первая Передача Для Колесника Была Достаточно Низкая Но Был готов К ней Андрей Но там Еще и Максим Шпилев Уму Вдогонку Дал Но Не справился Андрей В итоге Не успел Даже Отбежать Просто Подстроиться Под мяч Васильев На подачи По-прежнему Чемпион России Виталий Васильев Подает Вау И Счет Вновь Равный 9-9 Отошли Гости От Первого Такого Шока И Разгрома В первой Партии Во вторую Сете Уже Такая Равная Интересная Борьба Получается Неудачная Передача В центр Сетки И Повторяет Максим Шульгин Атаковал Моров И Мяч Площадки А мне Кстати Показалось Что нет Но не Берут Видео В рассмотр Динамо Прошли Команды Круг И При Счете 10-9 А значит Было Достаточно Количество Брейков Андрей Титич В зоне Подачи Берет На себя Этот прием Александр Соколов Ну и Тут уже Спасали Больше Мяч Динамовцы Классно Шпилев За лицевой Линией Ждал Этот мяч Будет Доигровка У гостей И После блока Мяч Антенну Цепляет 11-9 Лидирует гости Два очка Составляет Их преимущество И Андрей Титич Продолжит Подавать Не сложился Абсолютно Первый сет У Андрея Как и у многих Конечно В составе Новый Но вот Второй сет Как я уже Сказала Более Менее Хорошо Складывается Тут еще Ошибка Колесника 12-9 И Замена В составе Динамо Дмитрий Яковлев Меняет Колесника И Выходит На площадку Вместо Колесника На площадку Вышел Виктор Яковлев Десятый Номер 12-9 Хитрый Укороченный Накат От Титич Но Все были готовы Александр Молков Забивает Мяч Сам же Отправляется На подачу Смойлер Выходит К сетке Ну Конечно С точки Зрения Стратегической Надо догонять Соперника Сейчас Вытаскивать Вторую партию Я говорю О Динамо Изысканная Атака От Морова Да Очень остроумно Сыграл Видел Он Хорошо Площадку И Классно Так Очень Легко Сыграл 13-10 Сам же Михаил Будет Вводить Мяч В игру Ау И чуть-чуть Совсем Не хватает Ему Для того Чтобы Оформить Эйс Потому что Очень близко Расположились Принимающие Хозяев И Ну Просто Благодаря Чуть сильному Удару Мяч За ушел Яковлев На подаче Недолго Был Дмитрий Яковлев Усет И сразу На подачу Он отправляется Не стал рисковать Надежно Подал А тут А тут Один в один Иван Находится Смойлер Отслеживает И Чуть-чуть Сокращается Отставание До Одного Очка 12-13 13-13 Готовится Долго Дмитрий Дмитрий К подаче Думаю Сейчас Уже В полную Силу Нет Все равно Достаточно Аккуратно Подает Хорош Ботин На сетке На чистой Сетке Было Но двумя Руками Аккуратно Прямо Площадку Сбрасывает 13-13 Третья Подача От Яковлева Титич Принимает Выбитый Прием На высоком Мяче Будет играть Тимофей Но в итоге Дождались Ошибки От Динамовца В гости И 14-13 Вперед Хозяев Не выпускает Тимофей Соколов Постровну Сыграл В этом Эпизоде Метр 98 Урок Да Очень Сложная Была Ситуация У Соколова Но Он И повезло Ему И сам Молодец Здорово Справился Фрибол Для Динамовцев И Коротко Играет Тесевич Со Смолером Теперь Назад За голову Яковлеву И Мимо Блока Бьет Дмитрий 14-14 Очень Такая Суматошная Как мне кажется Сейчас Игра Много Борьбы У сетки Мечи Все такие Много Скидок Острых И Больше В защите Нужно Трудиться Подача Антона Ботина На Вылет Да И Классная Подача От Антона Ботина Возможно Позволит Как раз Успокоиться Динамовцам И Как раз Тайм-аут Берет Александр Горбатков При счете 14 14 Закончился Закончился Возвращаются Команды На площадку Ну что ж Как мне Представляется Это Вторая Партия Которая В самом Разгаре Возможно Будет Ключевой В этом Матче Антон Ботин На Подаче Едва Второй Раскляду Не подал На Вылет Остается Мяч В игре Но Здесь Никто Не успевает Сыграть Качественно Плохо Подбил Яковлев На сетку Загнал С его Слизующего И как мог Игорь Там Возле Этой Сетки Прыгал Но В итоге В сетку И влез 15-14 Молодой Доигровщик Тимофей Соколов Отправляется На подачу Хороша была Она исполнена Но Небольшой Алл Так Тимофей Соколов 96-го Года Рождения Ну Такой Уже Расцвет Уступает Нужно Ему Показывать Себя Смолер Сложности Испытывают В приеме Гости Но Здорово Титич В атаке Сильный удар И мяч Компля Блока Ваут Да Но Повезло Немножко Гостям Потому что Блока Воркова Мяч Мог Оказаться И в площадке Был бы Хороший Перенос Рук И Скидывание Оказался бы В площадке А так Титич Грамотно Разобрался Сильный удар И мяч Ваут А здесь Тисевич Никаких шансов Не оставляет Гостям И прям Ликует Динамовская Команда Одна из моих Любимых Атак От Тисевич Здорово Он всегда Выбирает Моменты Я даже Не помню Мне кажется В прошлом Сезоне Когда он Так делал Все разы Были Удачные Сам же Игорь На подаче И подача Хороша Но с приемом Просто беда У новые Все мячи Выбитые Вот тут Они даже Остаются Без атаки Это фрибол Да Я правильно Понимаю Да Можно считать Что это фрибол Но тут Уже Динамовцы Намудрили И наказывают Волейболисты Новую Хозяев Титич Мяч Площадки Хороший Был шанс У Динамовцев Разобраться Но там Сисевич Решил Поснуть Одной рукой Волков Решил Аккуратно Это скинуть Ну и в итоге Заигрались Динамовцы Проиграли Это очко Виталий Васильев На подаче Смягчает Сетка Это мяч И отслеживают В гости Атаку С задней линии Повторюсь я То что Пайпов Практически Нет Есть простая Атака Именно Из шестой зоны Центральной У сетки Никого Не выдергивает Юлия Ну для простых Телезрителей Пайп Надо расшифровать Да Пайп Это такая Комбинация Когда Игрок Атакует С задней линии Шестой зоны Но при этом Должно быть Обязательное Условие Что у сетки Центральный Блокирующий Выдергивает Своего игрока То есть Центр прыгает Имитирует Атаку С ним прыгает Центральный Блокирующий Противоположный Команд С задней линии Вот это называется Пайп Когда Ботин просто прыгает Без центра Это просто Атака С задней линии Да С приемом Действительно Беда У новые И Динамо Снимают Вперед Да Я думаю Что статистика Будет Неутешительная Второго сета По качеству Приема 19-18 На подаче Шпилев Эй Ну как-то уж Очень легко 18-20 Второй тайм-аут Александра Горбаткова Я Прослушав перевод Пайпа В очередной раз Поймал себя на мысли Насколько же Простая игра Футбол Достаточно Разобраться С определением Положения Вне игры И в общем-то Все И насколько же Сложен волейбол Не с точки зрения Обывательского процесса А с точки зрения Понимания Происходящего На площадке Да Волейбол Действительно Не такая простая игра И для глаза зрителей И в принципе Для самого игрока Самое главное Что в волейболе Качество Как мне кажется Это тот момент Что не может Один какой-то игрок Выпасть из игры То есть В футболе Можно После удаления 10 на 11 И выиграть мяч И все будет нормально В волейболе Если какой-то Один игрок Прям жестко Проваливается Соперники Будут этим пользоваться Несчадно Есть нормальный Прием Наконец-то У Новый И сразу Заработанное Очко Все просто Это первый Хороший Прием За долгое время Ну что ж На табло Текущий год 2019 Да 19 очков У Нового И Андрей Тичич Очень кстати Выходит В зону подачи Есть шанс На брейковые мячи У гостей Классная подача Но опять В Либеро И Волков Решает Много мячей Подают В Либеро Гости Ну и как следствие Хорошая доводка Есть возможность Не просто атаковать Еще и комбинировать В центре сетки Этот мяч Разыгрывает Тисевич И Триумфатор Прошлой атаки Александр Волков Уже сам будет Вводить мяч В игру Будет рисковать Юля Да конечно Счет хороший Так Классно По пятой зоне Подает Ну Будет тут На тройном блоке Тимофей Соколов И работает Блок Динамовцев 22-19 Хорошо Складывалась Партия В Новый Но вот Эти Ужасные ошибки На приеме С середины Сета Не позволили им Конечно Удержать преимущество И теперь они уже Проигрывают Три мяча В концовке Второй партии На подаче Александр Волков Вновь Соколова И вновь выбитый прием Виталий Васильев На тройном блоке Но опять От блок Идем от приема Плохой прием И тройной блок Сразу На атакующем игроке Замена у новой Тимофей Соколов Теперь отправляется На скамейку запасных И на площадку вышел Матвей Захаров Совсем молодой Доигровщик 99-го года рождения Ну что еще Одна подача От олимпийского чемпиона Александра Волкова Думаю проверит Волков Теперь уже Захарова Хотел он это сделать Но не уложился В размеры площадки И 20-23 Замена Уновы Фанур Каюмов Выходит на подачу Вместо Михаила Морова Да ну и Волков ушел Отдыхать Да Волков после подачи Уступает место Либера Рискует Каюмов Классная подача Выбитый прием у хозяев Ботин на тройном блоке Ну хорош Антон По пальцам сыграл Без атаки Вновь Вновь А здесь вот такая вот Не самая удачная Атапа Но в итоге Преобразуется Она выигранная очко И сетбол уже У динамовца Сетбол Причем Многократный Яковлев на подаче Хороша подача Яковлева Титич атакует Задней линии Показывают Судьи что за Мне кажется Что мяч может быть В площадке Если Сразу иметь ввиду То что Будет Расплющенность Похоже Но учитывая Расплющенность Вполне Мог он Миллиметр Там этой линии Зацепить И вполне Этого достаточно будет Но если нет То Динамо Ленинградская область Выигрывает И вторую партию Лидирует в счете 2-0 И впереди Третий Возможно решающий Последний сет В этом матче Мяч за 25-20 25-20 Да вот вам показывают Собственно картинку Которую видим ММЭ с Юлией Да 2-0 Выигрывает Динамо Ленинградская область Матчи 5-го тура Мужской волейбольный Париматч Суперлиги И небольшой перерыв Суперлиги Продолжение следует... 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 И Белогорье. Югра Самотлор 3-2. Вот такие результаты. А у нас на табло 7-6. И была скидка от Осипова. Захаров вводит мяч в игру. Яковлев попадает в самый уголок. Классный атак от Яковлева. На слетающем невысоком блоке он атаковал. И мяч в самый уголок приземлился. 7-7. 7-7. Артем Смолер. Смолер на подаче. Перебрасывает сетку. Захаров принимает. Аут. И не справляется Тимофей Соколов. В линию атаковал молодой игрок. Но и в итоге мяч в ауте. Хороший. Атакует в линию. Значит уверен в своих силах. Все-таки атака по линии это одна из самых сложных атак. И попробовал. В следующий раз получится. В следующий раз будет чуть позже. Потому что Артем Смолер ошибается на подаче. И не удается динамовцам удержать преимущество. 8-8. Иван Казицын готов ввести мяч в игру. Тисевич хотел изысканно сыграть. В итоге сложная защита была у динамовцев. И они не справляются с ней. Но напрасно Игорь это делал. Идет атака у крайних нападающих. Не настолько хороша была его скидка. Легко прочитали в защите гостя. Ботина подавал Казицын. Волков атакует. Но будет доигровка у гостей. На одиночном блоке Виталий Васильев. Но в итоге попадает он в сетку. И фрибол для нобы. И еще одна возможность для атаки. Уже себя пробует в атаке Осипов. А совершается все на Дмитрии Яковлеве. Мяч в площадке. 9-9. Но я заглянул в календарь париматч Суперлиги. В этом месяце команда сыграет еще один домашний матч. В конце ноября против Кузбасса. Две игры домашних будут в декабре. В январе домашних матчей не будет. И два заключительных домашних матча будут сыграны в феврале будущего года. Надо еще раз помнить о том, что текущий турнир в укороченном формате из-за олимпийских игр, которые состоятся в Токио в 2020 году. 10-9. Да, и вновь ошибка на приеме была на подаче Тесевича у Новы. И 10-9. Впереди на одно очко Динамовцы. Классная подача вновь от Тесевича. Либер расправляется. Еремин. Ну, на блоке работают Динамовцы. Ну, сейчас такая линия блокирующих. Иван Яковлев, Дмитрий Волков. Сами понимаете, какой рост? Да, но 4-х метровая. Я вот вы с языка снимаете. Яковлев 204 сантиметра. И 210 Волков. Это в сумме 4 метра 14 сантиметров. Если поставить Яковлева на плечи Волкова. А если Волкова на плечи Яковлева? То же самое, да. Сумма не поменяется от перемен предполагаемых. Ну, просто потому что средний рост, да, на самом деле, динамовские команды повыше. Защита, защита, все. И повыше. Не знаю, так он надо посчитать. Не взялась бы я так утверждать, потому что достаточно низкие доигровщики у динамовцев. То есть Ботин там метр девяносто. Максим Шпилев, я не помню, но где-то метр девяносто пять, мне кажется, он должен быть. Хотя нет, заявки написано, что Шпилев двести три. Как-то не обращала я раньше внимания. Кто самый высокий волейболист в мире считается? Ой, ну в мире сейчас, я не помню, ну Мусерский, наверное, где-то все равно очень близко. Ну там есть Крик в Германии. Где-то все вокруг двести семнадцать сантиметров, где-то вот вокруг этой цифры все крутится. Ну вот я могу сказать, что китайский баскетболист Яумин два метра двадцать девять сантиметров. Прекрасно, наверное, себя бы и в волейболе чувствовал. Волков хорош на приеме. Есть доигровка у Новы. Вновь без атаки остаются гости. И Волков проигрывает эту очку. Назвала бы я это словом, что балуется Игорь Тисевич. Не первый уже раз за этот матч. Узко он дает Волкову. Совсем на другом расстоянии от него находится олимпийский чемпион. Уходит он в зону. Тисевич его своей передачей к себе тянет. Ну и в итоге грамотный блок ставит гости. Новакуйбышевцы не сдаются. Но проигрывают по ходу третьей партии одно очко. Одиннадцать. Двенадцать одиннадцать в пользу Динамоцев. Спилев на подаче. Два ноль. Две первых партии за Динамо. И это третья. В случае успешной игры хозяев станет последней. Но не при таких подачах. Спилев. Да, решил тут усилить подачу Максим. Но в сетку она приходится. Двенадцать двенадцать. На самом деле мы не слышим, что в тайм-аутах говорит Горбатков. Но я так вспоминаю прошлые игры, которые я видела новую. Именно в этом розыгрыше чемпионата. Ох, какая подача-то не получается. От души Соколов, да. Вложился, но много ошибся. Так вот, к тайм-аутам Горбаткова я вернусь. То, что он постоянно говорит, что очень много своих ошибок. Ну и мы видим, действительно так, во втором сете провалился прием. И тут много недочетов. Часто вот без атаки остаются гости. То есть стоит им наладить свою игру. И равный счет вполне может превратиться в плюс два, плюс три. А здесь Ботин выигрывает. Очень непростое очко. Да, по блоку играет Антон. Не просто ему было в атаке. Но хорошо сыграл по рукам. И в итоге впереди динамовцы 14-12. Волков будет рисковать. Из пятой зоны по пятый подавал Волков. А здесь блоком закрывают Виталия Васильева. Сейчас, может быть, повтор дадут. Хотелось бы мне высоту передачи посмотреть. Потому что очень опять низко пришелся этот мяч. Нет, видимо, повтора не будет. Но либо Васильеву настолько всегда низко. Либо он под себя постоянно пытается забить. Но это уже вопрос к тренерскому штабу Новы. А на площадку выходит Александр Чефранов. И Виталий Васильев отправляется в квадрат запасных. Правильно ли я понимаю, что в составе Новы нет легионеров? Команда не может себе позволить дорогих импортных игроков. В составе Новы должен быть Сергей Гусел. Это их основной капитан. Центральный блокирующий. Но вот почему-то Сергея сегодня нет на площадке. И, собственно, в квадрате... А, нет, в квадрате запасных он как раз вот и есть. Дайм-аут. Дайм-аут берет одна из команд. Дайм-аут берет одна из команд. Ну, это тоже метод. Они же... Игроки ошибаются не потому, что хотят ошибиться. От того, что если на них жестко накричать, наорать и как-то, скажем так, прессануть, от этого вдруг не появится прием. Поэтому он понимает, что у него достаточно много молодых игроков. И работает Александр Гробатков с ними. Пытается он раскрепостить их. Вот на своих ошибках будут учиться ребята из Нового, молодые, действительно, игроки. И набивают свои шишки, будут дальше работать в этом направлении. Непростая задача у Александра Гробаткова. Всегда хочется поддержать клуб из Новокуйбышевского. Потому что, ну, просто из-за отсутствия финансирования складывается вот так их судьба в последнее время. Потому что мы помним, что два сезона назад Нового была такой крепкой команды, которая давала бой абсолютно всем в Суперлиге. И только в силу этих именно обстоятельств. Но мы же знаем, Юлия, что всегда успех вида спорта во многом зависит от руководства региона. И каким видом спорта оно симпатизирует. Ну, к сожалению, да. Волейбол очень сильно связан именно с финансированием. А идея касается ведь не только волейбола. И хоккей, и футбол, да любой вид спорта. В защите трудятся гости. Чифранов над двойном блоке. Тесевич грамотно стоял. Яковлев. А Яковлев. Блок-аут. И 18-13. Ну, если все будет так продолжаться, и Динамо все, собственно, не провалится, то к завершению. Третья партия. Вместе с тем и матчей идет как раз этот сет. Ну, посмотрим. Не будем заглядывать вперед. Хороша подача Яковлева. Классная атака от Матвея Захарова. Здорово. Он тут прошел свой межблокирующих. И Александр Чифранов отправляется в зону подачи. 18-14. Плюс 4 у Ленинградского Динамо в противостоянии с Новакуйбышицами. Подача гостей. И теперь уже плюс 3. Да, срывают прием Динамовцы. И у сетки не разобрались игроки, кто же подобьет этот мяч. Ну, вот Смоллер вроде шел туда, да? Да, но тут вопрос, наверное, скорее к Илью Тисеевичу. Связующий в любом случае он. И Смоллер как бы пытался ему помочь, но все равно он смотрит именно на связующих. Ох, какая подача у Александра Чифранова. Классная подача. И тут блок здорово работает. Хороши в защите Динамовцы. Но вновь набирает очко Ново. Ну, вот как раз после моих слов о том, что, возможно, все идет к завершению. Ново классно взялась. И вот благодаря такой стабильной, хорошей подаче Чифранова сокращают свое отставание гостям. Подает Чифранов Либера на этот раз в приеме. И вот тут вот пайп разыгрывает хозяева. Шпилев с задней линии. 19-е очко приносит Динамовцам. 19-16. Антон Ботин отправляется на подачу. И каждая выигранная очко будет приближать Динамовцев к победе в этом противостоянии. Сильная подача от Ботина. Есть классная доводка у Ново и Иван Казицын. Очень узкий у него сектор был для атаки. Но так уверенно Иван Билл. Билл классно попадает. И 17-19. Захаров будет подавать 16-й номер команды Ново. 99-го года рождения. Молодой парень. Да, очень молодой мальчик. Шпилев. Шпилев атаковал. Но в итоге все заканчивается касанием сетки со стороны Динамо. Причем не уловила я, кто коснулся ее. Может быть при имитации атаки центральной блокирующей. Но это оставим там уже на повторы просто. А счет 18-19. И хорошая подача. Он может большие дивиденды к Нове принести. Классно подает Захаров. Есть доводка у Динамовцев. Захаров еще и в защите сыграл. Да, но здесь Тесевич не прощает. Тесевич хорош. Дозирован он всегда атакует. Но так вовремя. И вот редко я уже говорила. И повторюсь, ошибается Игорь. Прям всегда он практически в разрыв. Блока никто не ждет. Юлия, а регламент подразумевает наличие молодых игроков в обязательном порядке в заявке команды? Вот я знаю, у нас Артем Мельников 99-го года. Да, нет, обязательно. Никакого регламента нет. Должен быть молодой. Да, молодой. Не обязательно. Нет. А кто самый молодой в Суперлиге? Какой год? Мне кажется, до 99-го года игроков у нас достаточно много. Пытаюсь я сейчас вспомнить. Есть ли 2000-го? 2000-го, да, года. Но это так, надо посмотреть. В общем, это в любом случае будет игрок не основного состава какой-либо из команд. Смойлер на подаче 21 очко набрано динамовцами средней партии. Не утерпел Артем Смойлер и напоследок еще ошибся на подаче. Есть шансы у Новой 19-21 на подачу выходит. Да, Фанур Каюмов появляется на площадке для усиления подачи. Помним мы такую замену в предыдущем сете. И очень хороша была. С 2005-го года Каюмов тоже была здесь. Да, ну вот видимо, что очень много и молодых игроков. Хороша была подача Фанура и на этот раз все здорово. А это Волков. А он, как известно, прекрасен. Сам же Каюмов играл в защите. И по месту класса на самом деле Фанур сел. Но вот в обработке не получилось у него. 22-19. Несевич будет подавать у динамовцев. Хороша подача Тесевича Чифранов на разорванном блоке. Волков много опоздал, не успел к своему крайнему блокирующему. И грамотно воспользовался опытный Александр Чифранов. Осипов. Да, связующий гостей отправляется подавать 3 нападающих у сетки. И прошлый выход на подачу Кости Осипова был весьма хорош. Посмотрим на этот раз, что получится. Классная, сильная подача. Вау. Да, не справляется Константин Осипов с подачей. 23-20. Максим Шпилев вводит мяч в игру. Масет Бол подает. Классная передача. Классная зона. Все хорошо было в этой атаке. И 21-23. Михаил Моров забивает 21-е мяч в этом сете для своей команды. И на подачу выходит Тимофей Соколов. Теска его по фамилии принимал этот мяч. А Александр Волков, теска по имени нашего ливера, забивает 24-е очко. И сетбол получает... Матч-бол. Да, уже матч был, да, конечно. Да, и говоря теннисным языком, Александр Волков будет подавать на матч. И не попадает. И тут же уходит, уступая место на площадке Александру Соколову. 22-24. Тройной матч-бол остается у Динамокса. Двойной. Двойной, да, все верно. И тайм-аут от Олега Согрина. Да. Да. Тайм-аут от Олега Согрина. Хочет он сбить настрой. Напоминает игрокам, что хочет, нужно сейчас быть предельно концентрированным. А Александр Горбатко после тайм-аута проведет замену. Андрей Титич появится у сетки и заменит он. Я так понимаю. Так, Михаила Морова меняет Андрей Титич. На подачу, да, не у сетки. На подачу меняет Андрей Титич. И Иван Козицын появится вместо... Ну, странно, мы только сейчас Титича видим в средней парке. Ну, не настолько хорош был Андрей Титич, чтобы не давать возможность молодым игрокам новым проявить себя. Я думаю, так решил Александр Горбатко. Но подача хороша. Андрей сегодня и сейчас благодаря... Яковлев приносит победу Динамо-Сосновый Бор, Ленинградская область. Гейм-сет-матч. 3-0. Ново проигрывает четвертую игру к ряду. И двенадцатую партию к ряду. Все свои матчи проиграли в трех партиях. Но команда молодая. Ребята интересные собраны в этой команде. И все, я думаю, у этой команды впереди. Да, хочется пожелать Нови успехов. Идет сейчас становление команды. Много новых игроков. Много молодых игроков. И Александру Горбаткову есть над чем работать. И есть над чем подумать. Я бы хотела передать привет всем болельщикам Новы. По традиции, которая у нас есть. Особенно, конечно, отмечаем спартанцев. Которые, видела я в этом году, ездили в Москву. Классно много их показывали. Поддерживали там свою команду. Но на сегодня все. Прощаемся с вами. Да, но я единственное скажу, что Динамо из Ленинградской области, сыграв четвертый матч, сравняла количество побед и поражений. 50% показатель. Теперь две победы при двух поражениях. 3-0 впереди. Полуфинал Кубка России в Новосибирске. Следующая домашняя игра. Создается здесь, в Академии Платонова. 27 ноября против Кузбасса. И мы обязательно этот матч покажем. К нам едет чемпион России. Между прочим. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире ЛЕН-ТВ-24 работали ваши комментаторы Юлия Жданова. Алексей Меньшов. Спасибо вам огромное. Всего самого доброго. И будьте здоровы. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.